вот он вытягивается я пленку снимать не стал потому что мы же временно устанавливаем антенну сняли мы график от 110 до 174 здравствуйте эта компания viva telecom и мы сегодня сделаем обзор на стационарные антенны под торговой маркой project возьмем антенну bc 100 с это антенна аналог антенны diamond bc 100 с широким диапазоном частот которая начинает работать или изначально настроена на авиационный диапазон то есть 115 мегагерц и можно ее настроить до 174 мегагерц вот сегодня мы возьмем антенну project возьмем антенну diamond оригинальную сравним их конструктивно снимем график с антенны project соберем ее покажем как она собирается и примем на данную антенну на приемник юниден сначала на штатную портативную антенну у юнидена по принимаем а потом возьмем подключим антенну project посмотрим как она будет принимать все давайте тогда разбираться с этими антеннами что они конструктивные себя представляют так сравниваем конструктив diamond bc 100 и project bc 100 с смотрите похожи да вот эти элементы но я вижу здесь два упрощения у project а во первых смотрите вот эта трубка да для крепления к мачте у даймонда она длиннее но сантиметров на 5 наверное длина противовесов абсолютно одинаково но и второе упрощение у project а стоит всего лишь один винт для крепления трубки у даймонда здесь два ну то есть со временем конечно разбалтываться крепление одним винтом может больше чем двумя дренажные отверстия у project а также есть вот ведь вот эти отверстия они для слива влаги в случае проникновения в тубус конденсата или дождя здесь также вот в основании смотрите все проклеено здесь влага по идее попасть не может но колпачок у даймонда также проклеен хорошо и он закрыт колпак сам клеем у project а как видите он внутри клей есть потому что вот эта часть она так просто не снимается но вот здесь вот я дополнительной защиты не вижу но здесь опять же антенна будет вертикально стоять поэтому я не думаю что здесь сюда будет попадать влага но опять же не забывайте мороз до конденсатом расширение сужение от температуры все равно лучше бы чтобы здесь проклеена тоже было давайте я вот у даймонда покажу как эти колпачок сделаны видите он залит клеем прямо хорошо прямо наружу клей выступает вот так вот видно будет но вот а в целом в целом тубус достаточно толстый сейчас еще разберем сам элемент настроечный у даймонда он выглядит так у project а сейчас посмотрим так ну что смотрите противовесы собраны втулка трубка протянута через кабель теперь осталось только соединить разъем антенный одеть трубку затянуть ее винтом но и все устанавливать на мачту хомуты естественно трубку закрепив еще одно замечание смотрите во первых вот эти сами скобы несимметричные поэтому одевайте в одном направлении их потому что у вас потом они будут на разном уровне вот эти отверстия далее раз трубка такая короткая то ну для чего сделано большая длина до чтобы вот эти два хомута обеспечили больший рычаг до для того чтобы она устойчивая устойчивее стояла я вот видите в максимально разнес но расстояние здесь получается сантиметров 15 между двумя этими хомутами все сейчас будем ставить ну и на трубку одевайте эти хомуты заранее чтобы когда кабель уже закреплен вам придется тогда протягивать через весь кусок кабеля эти хомуты если вы заранее на трубку его их не на не поставить так смотрите для того чтобы максимально притянуть хомут к мачте да вот беремся за края стягиваем и тянем на себя как видите все закреплено я пленку снимать не стал потому что мы же временно устанавливаем антенну все сейчас снимаем график тогда так немного отсвечивает смотрите сняли мы график от 110 до 174 обратите внимание на первый маркер до на 115 ровно как и заявлено и ксв 1,04 я еще график файлом сниму тоже вам предоставлю по красивее но чтобы не было вот этих засветов но то есть если вам нужно выше по частоте то соответственно подрезаем внутри излучающий элемент и получаем вот такое значение ксв выше по частоте изначально да на авиадиапазон антенна настроена сейчас на 121 800 примем сначала на станцию со штатной антенной на портативную на сканер юнидэн и потом используя эту антенну также примем тот же самый источник информационный посмотрим на сколько будут отличия мальчики заход сбор то закрыто в тв 23 левое эшелон переходы 60 пил не работает внимание за металлета и посадки возможным перелести закрыто в тв 23 левое эшелон переходы 60 не работает за металлета и посадки Так, ну что, я вполне антеннами Project доволен. Есть, конечно, конструктивные какие-то упрощения, то есть там, допустим, по количеству винтов, по размеру трубки для соединения с мачтой, ну или для крепления на мачту, но в целом антенны вполне прилично сделаны, то есть и по настройке изначально, да, она в 115 МГц ровно и настроена, то есть как именно по документации. Поэтому в этом никаких претензий нет, то есть если хотите получить максимальное качество, вы выбирайте тогда из каких-то брендовых антенн, Diamond в том числе, Sirio, Anli, если найдете сейчас тоже проблемы с ними. Но если хотите сэкономить, то антенны Project вполне подходят, по нашему мнению, достаточно хорошо они сделаны. У кого вопросы есть по данным антеннам, задавайте их в комментариях. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.